К слову о том, пробовали вы сами лечиться? О, я-то лечусь, естественно, не только здесь. И мы сегодня говорим об уникальности Индиго-Магнитогорска, потому что здесь именно уникальное оборудование. Какое? Об этом в этой передаче и чуть дальнее. И мы покажем, что уникальность в совместности с опытом работы позволяет вам делать практические чудеса. Век живи, век учись. Тема, с которой мы вместе с врачами медицинского центра Индиго-Магнитки нашли подтверждение. Потому что опыт, сын ошибок трудных и гений парадокса вдруг это лучшие слова бывшего арапа, а ныне признанного поэта России Александра Пушкина. И они говорят об уникальности. Что касается уникальности, так вот, надо пробовать. А лучше, когда проба в лице автора, коим я и являюсь. И чтобы всем стало ясно, где Индиго? И это лучшее место на улице Советская, 195А. Все рядом. Труда, торговые центры. Все рядом. И зона доступа 45 секунд от маршрутки. К слову, об уникальности технологии. Я частый гость и гость не местного разлива. В некотором смысле, Турция интересней. Но в Турции, а она практически в лидерах по оснащению медицинских центров, таких вещей нет. Но эти вещи есть в Индиго в Магнитогорске. И вопрос, кто как работает здесь в идеале. Мне больше нравится, когда человек, реально заплативший сумму весьма адекватную, получает лечение вовремя и на лучшем уровне. Насколько это хорошо? А насколько это хорошо? Центр, который должен был бы деньги зарабатывать. Насколько он напрягает нас? Вы думаете, что он вас напрягает? А давайте зайдем и проверим, напрягает ли он нас, тот самый замечательный центр Индиго для взрослых и детей. Я расскажу про себя. Ну, чтобы стало понятно. Во всем капиталистическом мире есть платная и бесплатная медицина. Я всегда с осторожностью относился к платной, хотя с некоторого времени являюсь ее сторонником. В чем разница с российской бесплатной медициной? В том, что все идет по плану, а не ах как. Хорошая тема для тех, кто ценит время. Вы знаете, но о здоровье надо заботиться. К слову, частная медицина в конкурентной борьбе с типой бесплатной. Но поверьте, лекарства как за бесплатно, так и в частной клинике стоят денег и немалых. То есть, когда сумма от нескольких тысяч рублей, начинаешь понимать, что может проще к другому доктору. Я не противник медицинских учреждений, я сторонник онных. Иногда в силу возраста молодежь, зная английский и работая для души, рулит. А почему нет? Поверьте, с моей болячкой, часть меня это часть платной медицины. Но вопрос прост. Есть страховые. А вы не знали? Можно напрячь и страховую. Вы же платите, пусть они и работают. Третий вариант. А насколько это дорого в России? Я не говорю, что у нас все плохо. Нет, по уровню онкологии мы в пятнашке лидеров. Не идеал, но круче, чем большая часть стран капитализма. И теперь, а именно платная медицина в России, это не один год. А по сути, поколение выросло через платную. В чем это плохо то? К слову, в большинстве случаев в платной медицине вы увидите то, что я в природе не видел. Вы видите все это своими глазами. Теперь, какое лечение? Я был реально поражен. Я реально поразился, как идет лучшая работа. Почему лучшая? Потому что лицо мастера вызывает большее удовольствие. Ему здесь хорошо, ему или ей. Достойная и нормальная заработная плата и желание творить. И почему интерес? Вот вы представьте, чтобы вы пришли не в зону, а на качественную свою работу. Как бы вы старались, когда было бы все красиво? Я бы не покладал рук. Как это делают здешние доктора? Вы сюда пришли, вам это здесь нравится? Да, мы здесь уже на протяжении трех лет, мы довольны. То есть вы довольны, да? Да. Взять, к примеру, то, как мы работаем с мозгом. Ну, так чтобы вы поняли. Мы используем его, ну, максимум на 10%. И грузим его не по-детски. Так сложно, что иногда необходимы качественно другие исследования. К слову, те, кто имеет опыт в 30 лет, ну, кто взрослый и молодежь. Так вот, у молодежи, и это перегруз с молодых корней, они уже с детства окружены электронными устройствами. Это реальный перегруз. Или мы пинали футбол и катались на великах, или сейчас. Решаем проблему, используя большее качество, которое есть в Индиго. Теперь вопрос для взрослых. Потом, как оно прокатилось? Я часто бываю за границей, так вот, кризис, это только у нас. Что такое кризис? А для руководства это реальные проблемы. Причем, как-то получается, что семья, а именно супруга это не понимает. И вот тогда башка варится не по-детски. Где решаем? Опять в Индиго, в Магнитогорске. Вот смотрите, бизнесмены у нас сложная проблема, да? Да и вообще мы будем говорить о том, что наша жизнь не является качественным удовольствием, да? Кто-то бухает, кто-то курит, кто-то еще всякой галибердой занимается. А есть люди, которые должны расслабиться. Как мы это можем сделать для них? Мы можем пригласить наш центр для того, чтобы в комнате эмоциональной разгрузки провести прекрасное время. Прекрасное время, что это такое? Это музыка, это удовольствие. Какое оно удовольствие для человека? То есть надо же объяснить, что разгрузка необходима для вас. Она действительно необходима, вот для каждого. Для каждого человека необходима разгрузка. Психоэмоциональная разгрузка, особенно в наше неспокойное время, она очень необходима каждому. Особенно бизнесменам, которые сталкиваются со стрессовыми ситуациями каждый день. Мы можем пригласить в комнату эмоциональной разгрузки к нам в центр и здесь уже предоставить такую услугу, как экспресс-отпуск. То есть за 30 минут, лежа в комнате, затемнение, в присутствии легкого света, света лампочек, изображающих небо. И под музыку, которая подбирается индивидуально под каждого человека, мы предоставляем вот такую вот расслабляющую процедуру. Вопрос возникает, на сколько это дорога? Это 150 рублей стоит. Это какие-то бешеные деньги, я считаю, да? Или нет все-таки? Я думаю, что у каждого найдутся такие деньги. Даже не нужно быть бизнесменом, чтобы найти 150 рублей для того, чтобы прийти и провести полный релакс для себя, любимого. Ха-ха, что-то странные цены. Вот, вот, вот. Я про то. Я вначале не стал говорить. Но цены, да я бы посмеялся. Вот куда идти-то надо. И не говорите, что это дорого. Совсем недорого. Но такие условия в Индиго-Магнитогорске. Нет очередей, нет и все. Врачи и персонал вас реально любят. Не верите? Но поверьте, будут другие сюжеты. Будем говорить, и вы будете свидетелями того, что даже, даже, даже пенсионеры, российские, получающие смешную до безумия пенсию, могут это сделать и делают это. Потому что желание жить не отравить, не уничтожить. А сумму 150 рублей одолеет и пенсионер, и дитятко. Мне говорят, что это дорого. Насколько дорого здесь заниматься вообще? 150 рублей полтора часа. Это не дорого, по сути? Это очень дешево. То есть мы говорим, что удовольствие у нас полные штаны? Удовольствие огромное. Просто наслаждение. От присутствия здесь, от тренировки, от нашего тренера Жаны мы получаем просто огромное наслаждение. А 150 это вообще бесплатно считают. То есть мы говорим, что здесь дешевле, чем в других местах? Бесплатно считают. Она у нас благотворительность. Она у нас всякие занятия, во-первых. Каждый раз разные у нас. Один месяц там по йога женская, другая йога, понимаете? Всякие упражнения меняет, во-первых. Во-вторых, она нам по ходу уже занятий различен, ну не лекции, но беседы ведет. Как нам нужно молодиться, как нам нужно быть красивой, стройной, думать о себе, за собой как ухаживать. В общем, мы уже седьмой год ходим к ней девочками. Седьмой год? Не торопитесь. Седьмой год вы пенсионер ходите? Да. У пенсионера, как правило, денег нету по сути событий. Оказывается, есть? Ну вы работаете некоторые еще? А, ну понятно. Но тем не менее все равно хорошо. Нет, достаточно. Теперь про уникальность. А вы думали про цены? Нет, ребята, есть уникальные врачи. Почему уникальные? Потому что про свою зарплату они не думают. Вы бы хотели бы так работать? Я бы, да. Пришел, отработал и сделал идеал. Ну в чем это плохо то? И получил то, что нужно. Я не говорю про большие деньги. Мне тысячи долларов реально хватит. Я знаю, как спокойно жить в неспокойном мире. Может они получают и больше, я не знаю. Но удовольствие на лице я-то вижу. Без этого никак. Вы не верите, а зря. Мы готовы вас пригласить. Просто посетите. И поняв лучшее качество и отменных докторов, все станет ясно. Просто зайдите и посмотрите. Вы же пенсионеры, да? Да. Пенсионеры у нас получают среднюю пенсию 150 долларов, да? Ну у меня вот 13 с половиной тысяч. И все равно вы можете идти и куда идете? И вот вы знаете, я во всем себя ущемляю и иду сюда. Потому что я вот первый раз, сколько я встречаю врача, я первый раз встретила такого прекрасного, мудрого, доброго врача. До чего он грамотный. Вот это вообще, я просто перед ним преклоняюсь. Он очень хорошо нас лечит. И вот вы знаете, я пришла очень больная. У меня было давление высокое. С сердцем проблемы были. Сон плохой был. И вот, пожалуйста, вот иглами вот лечились. И, пожалуйста, у меня наступило улучшение. Давление снизилось. И нет такого теперь, что вот я ночью встаю по пять раз, снижаю давление. И сон улучшился. Ну и вообще настроение совсем другое стало. И вам не нужно никуда бегать, потому что... Нет, я теперь вообще никому не хожу. Только сюда? Вот только сюда я теперь хожу. К этому врачу, которого вот я полюбила. До чего грамотный, умный врач. И он просто вот... Дар божий, что ли, у него, я не знаю. Вот очень все хорошо получается. Лечение просто прекрасно идет. К слову, я проходил все такие процедуры. И вот вам идеальный вариант специалиста по иглоукалыванию. Он побывал везде и всюду. К слову, это недалеко. Дальний Восток, это Китай. Чуть ближе, а это Тибет, Индия. Так он везде был. И впитав то, как там лечат, выдает это вам. Попробуйте и поймите чудеса, с моей точки зрения, лучшего Востока. Что, в 19-м году случился инсульт. Левая рука, левая кисть и левая стопа стали слабыми. Помнится. Толком вы не лечились, насколько я помню. Неврологи сказали то, что и я бы сказал, будь я неврологом на службе у Отечества. Что раз был инсульт, будьте здоровы. Вот все. Случилось, выстрел в мозг, ничего не сделаешь. Вот. Но поскольку из неврологии я немножечко вырос, без обид, коллеги. То есть, я решил, что надо попробовать. И помимо отрегулировать давление, решил еще поработать. Вдруг получится. Надо встать. Да. Над рукой и ногой. То есть, собственно, на самом деле, никто не работает отдельно над рукой. Там никто не приносит мне в баночки простату, лечить простатит. То есть, лечим мы все равно человека целиком. Но так вот, чтобы было понятнее, занялись немножко рукой. Вот на 14-м сеансе пациент врет, что стало хорошо. Вот мне интересно, стало? Это вполне серьезно. Покажите, как ноги работают. Можете присядь? Нормально, все. Хватаните, копалец. Ага. Не, не, меня хватит. Хватите. Держите, держите. Ага. Глохо. Все, готов. Здесь работает, поздно. Созревает. А так вот сделайте. И ноги так вот ходят, да? На носочки. Ну, хорошо. После инсульта, да? То есть, господа, инсульт не приговор. Это очень тяжелая штука. И мой учитель, профессор Юдельсон, говорил, что инсульт – это выстрел в мозг. Это так и есть. Но даже с выстрелом в мозг можно работать. Это трудно, долго, но можно. Китайцы, кстати, не протирают обычно. У них считается, что игла, она как нож, испачканный в масле, когда входит в тело, сама очищается. Такая у них логика. Ну, у нас положено протирать спиртом. Нам спирту не жалко. Залегайте, батя. Гнездо. Стояли. Ушки. Ушки – очень полезная штука. Уши – друзья человека. Ничего не сделаешь. Рецепты достаточно часто делаются асимметрично. То есть, если я с одной стороны укалываю, допустим, джао-хай, то я с другой стороны ее не ставлю. Это там свои фокусы. Сколько пришлось обучаться примерно? Ну, я 20 лет занимаюсь. 20 лет? Боже ты мой. А оно всегда есть, чего почитать, я вас уверяю. Просто выучить, где какая точка, это далеко не то что. А мне еще говорят, что учиться никогда не поздно. Правильно говорят? Ну, так оно и есть. Век живи, век учись. Дураком помрешь. Лучше не запускать. Лучше, да, лучше не запускать. Я вам скажу, что лечиться никогда не поздно, но лучше пораньше. Потому что у нас обычно принято, вот сейчас, например, в 21 веке, очень модно кушать гормоны по каждому поводу. Более того, это входит в медицинские стандарты. То есть, у нас доктор обязан назначать гормоны. Хочет он этого, не хочет. Попробуй не назначь. Потом страховая компания замучивает. Вот. И после этих гормонов приходится людей потом восстанавливать, как ту птичку феникс из пепла. Кроме шуток. Потому что это очень разрушительная штука. Не претендую на истину в последней инстанции, но у меня есть пословица про гормоны собственного изготовления. Что гормон хороший доктор, но дорого берет. Правда. То есть, очень хороший доктор, но берет очень дорого. У меня такая ситуация была. И мне было как раз 12 лет. Первый раз меня иголками лечили. Было очень красиво и ровно. Так вы знакомы с этим? Очень хорошо я знаком. И поэтому я показываю то, чем мы лечим. И самое главное, как мы лечим. Пошло. Пошло. Это называется феномен прихода Дэ Ци. Ну, Дэ это, собственно, приход по-китайски. То есть, просто уколоть недостаточно. Надо разбудить точку, добиться того, чтобы она включилась. Аналогия с нажатием клавиши на компьютере, в принципе, подходящая. То есть, коснуться клавиши, это еще не запустить процесс. То есть, надо жамкнуть по ней. Вот то же самое происходит с точкой. Где и как располагается этот центр? И это реальная часть большего удовольствия. Переищение труда из Советской. И это даже не другие медицинские центры. Некоторые хороши, но как найти? Здесь все просто и видно. Большая часть маршруток здесь. Траваное кольцо здесь. Все, что нужно для дома. Это хавка через дорогу. Все другое здесь. И машины, и ремонт. В смысле, ремонт квартиры. Что еще нужно? А нужно ваше здоровье, которое вам дарит центр Индиго-магнитки. Улица Советская, 195А. Господи боже мой, когда такой центр окажется в моем районе? В районе вокзала. Потому что суммы, которые здесь присутствуют, меня лично заставляют смеяться, естественно. Представляете, идеальный вариант. Качественного отдыха. Качественный отдых. И давайте все-таки определимся. Я не сторонник очередей. Но иногда такое случается. Да, мне приходится с болячкой и все остальное. Но я бы желал, чтобы все наши заведения были бы такого уровня. И это было бы очень красиво. И для вас, и для меня. Слышали бы вы свой мозг? Или вы забыли? Но в 90-х годах прошлого века компьютер обыграла в шахматы Гарри Каспарова. Что в этом году и к годам от прошлого, и это уже почти 20 лет прошло то. Это было круто. Но мы знаем, что наш мозг, как и наше тело, и это результат в большей степени уникальный. Кто еще может так насиловать планету, как не человек? Бог дал нам место. Это место не наше. Мы в аренде. Но арендаторы мы странные. А о химических и электрических процессах в голове мы знаем кое-что. Но уровень достаточен для снятия энцефалограммы и биоакустической коррекции головного мозга. Так вот и то, и другое, и оборудование, и таких вещей в российской природе я не встречал. Чем-то примерно похожим меня обследовали в моем лечебном корпусе. Но здесь электроэнцефалограмма работает, и есть вариант качественной проверки до 8 часов. Тут, поверьте, нужно время. Человек или ребенок, а данный центр Индиго-магнитки на советской 195А работает как для взрослых, так и для детей. И он позволяет проверить деятельность нас, как в рабочем состоянии, так и во сне. Или вы забыли сладкие сны и не очень. И вот тогда вам больший и уникальный ответ на то, какие процессы протекают в голове и как их можно лечить. Тема другая. Биоакустическая коррекция головного мозга. Теперь вопрос, где тараканы наши тусуются. Где-где, да в голове. Наша голова, там все и происходит. Да, мозг работает на 5%, но так как чпокаются тараканы, это еще тот прикол. Теперь их можно успокоить. Ну, мысли наши. Так вот, есть такая штука. Биоакустическая коррекция. Свой мозг, а это как химия, так и энергия, улавливаются и преобразуются в музыку. Вы слышите свои мысли в перекладе на мелодию, которая вами и формируется. Во как! Когда я послушал свой мозг, стало реально проще. И честно, хочется делать это постоянно. Вот мне говорят, что, Алексей, ты вот рассказываешь, а на себе ли ты это дело применял? Я говорю, да я на себе все применял, поверьте мне. В детстве у меня также, у меня были очень серьезные головные боли. Да не сейчас, в связи с тем, что я сделал для операции. Вроде такие головные боли не стало. Но тем не менее, то, что за вашей спиной, я это знаю. Это было всегда. И меня лечили, но вот такого качества, такого количества я никогда не видел. Это какое-то последнее наведение искусства какое-то, по-моему, да? Ну, на самом деле, электроэнцефалограмма – это давно известный метод. И проверенный он совершенно безвредный. Мы снимаем электрическую активность мозга и смотрим, какие патологии у нас есть. Или исключаем, наоборот, эти патологии. В чем преимущество нашего аппарата «Энцефалан»? В том, что мы можем снимать длительные энцефалограммы. Давайте все-таки определим, что это длительные энцефалограммы. Потому что мне, как бы, говорили, энцефалограмма в течение 20 минут, да? Но энцефалограмма 20 минут – это что такое? Ну, во-первых, ты пришел, да? У тебя какие-то внутренние дискомфортные дела, да? А если, допустим, человек спит, там же все по-другому делается, правильно? Да, во сне совершенно идет другая активность головного мозга. И самое главное, то, что детям все-таки рекомендуют делать энцефалограмму со сном. Потому что, во-первых, дети не могут усидеть неподвижно в течение длительного времени, там 30 минут. Вот я еще раз говорю, потому что я был ребенком, и на мне вот энцефалограмма была. Сейчас немножко все по-другому, по-моему, так? Ну, у нас, да, у нас по-другому. То есть у нас детям делают энцефалограмму самую короткую – 30 минут. Вот. Считается, что чем длительнее энцефалограмма, тем более она показательнее, результативнее. Вот. И поэтому у нас есть возможность сделать длительные энцефалограммы, ночные мониторинги до 8 часов. Это тоже здесь возможно? Да. То есть мы сюда пришел человек, спокойненько, просто красиво и ровно. Я даже не знаю, как, но спать здесь хочется. Да, здесь такой кабинет у нас снотворный. Снотворный, да? Ну, абсолютно, да. Потому что даже те родители, которые сомневаются, что дети уснут, потом убеждаются, что ребенок, ну, просто вот буквально на первых минутах засыпает. Круто? Да, да. Еще круче. Во-первых, мой вариант. Только мой. Его, правда, внедряли мне лучшие массажисты. А лучший был Евгений Сушков. Что идеален для вас именно массаж. Лучший мануальный. Но вопрос о специалистах открытый. Именно мануальный массаж расслабляет то, что убито нашим трудом. К сожалению, это так. Наш труд нас кормит, но в некоторых количествах убивает наше тело. Это, опять же, наша жизнь. Но опыт лучший здесь, в центре Индиго Магнитки. На советской 195А. Потому что здесь один из лучших массажистов города. И он позволяет лечить любую боль. Так вот, что такое боль? Боль передается к нам, в голову, по нервам. По нервам голова, используя их, передает на мышцы. А они блокируют. И в некоторых случаях вызывают безумную боль. То есть боль, а это нервы. Так вот, есть такая вещь. Да, тема сложная. Но если не устранить онную, боль станет невыносимой. Очень хорошо, что это устройство здесь есть. Очень хорошо. Итак, мной попробованный аппарат. Мною лично попробованный аппарат. Когда вы мне сделали массаж, потом вот эту штуку сделали. Это был идеальный вариант. Давайте все-таки определимся. Мне говорят, что его можно купить. Но стоит ли его покупать, когда проще обратиться к вам? Ну, стоимость этого аппарата 4 миллиона рублей. В районе 4 миллиона рублей. От 3,5 до 4. И я не знаю, есть ли смысл в покупке пациенту этого аппарата. Более того, это ведь процедура врачебная. То есть она требует навыка, обучения. И в некоторых случаях в попытке сделать себе получше, вы можете сделать похуже. То есть я еще раз объясняю. Это идеальный аппарат. Из второго подразделения мы говорим об уникальности. А уникальность у нас присутствует в индиго-магнитке. Ну да, он, например, позволяет решать определенный спектр задач, устранять определенные проблемы. И лучше, чем вот это, наверное, пока нет. Просто все же говорят, а я еще раз объясняю. Процедура телевидения тоже самая сложная процедура. Приходится камеру тяжеленную таскать, правильно? И статика. А где статика? Там проблемы с позвоночником. И у меня это железобетонная практика случается. Раз в полгода мне необходимо сделать массаж. Хороший, качественный массаж. Не простой массаж, качественный массаж. И в результате, и с этой штукой вы просто убили тот самый нерв. Давайте все-таки определимся. Один нерв, что это такое? Да ничего. Да не то, чтобы убили. Скорее мы создали... Вот, давайте все-таки определимся. Что такое нерв, как он работает и что мы делаем? Мы его не убили. Мы его, скорее всего, вылечили. Вылечили, да? Создали условия в окружающих тканях, в которых он хорошо питается. И создаются условия для того, чтобы он полноценно работал. В дальнейшем он позволял пользоваться вашим телом. Вопрос такой, почему мы сами не можем это сделать? Догадайтесь, как? Да никак. Да, наверное, никак, да. А может быть и можем, но не всегда есть возможности, например, получить это, да? Вы же не можете, например, не таскать камеру? Я не могу так камеру не таскать. Не можете. И взять себе человека, наверное, тоже не можете. Не потому что не можете, а потому что, вероятно, он будет делать не так, как вам надо. Естественно. Поэтому я сам снимаю все подряд. Поэтому есть вещи, которые решаются, ну, как бы сказать, посторонними силами, что ли, посторонним вмешательством. Ну и коль это, как бы это сказать-то, одно из направлений перспективных в медицине, ну, почему бы этим не воспользоваться? А вы работаете? Да. И это все-таки очень хорошо, да? Бак сканирования. Не пробовал, но попробовал. Я, по крайней мере, услышал, как работает мой мозг. Это очень интересная штука. И давайте все-таки объясним. Таких препаратов не так уж много в России. И по сути событий Магнитогорск, он на уровне областных центров. То есть не надо говорить, что в Челябинской области только один областной центр. Нет. Вместе с нашим замечательным Алексеем Текслером я скажу, что Магнитогорск – это вторая столица Южного Урала.